всем привет продолжается наш чела вот долгострой целых сколько две недели наверно пропустил но пропустил не просто так под следу под последним видосом вот человек на самом деле очень правильно написал в комментариях то что нету мелодии на самом деле в подобной стилистике очень часто с мелодией все очень плохо и или совсем нету или она как-то такая размазанная совсем вот такие вот особенности стиля но я таки попытался попытался вот я две недели так сказать пытался пытался на самом деле вдохновение вообще никакого не было не было никаких идей но потом я сел как-то спустя эти две недели и за денек буквально полностью изменил вторую часть очень много там добавил добавил как и хотел живой бас и живую гитару пока очень скудненько но так как я играть не умею для меня это просто уже прорыв дичайший просто ну и в принципе у нас наш долгострой потихонечку потихонечку подходит концу потому что ну 90 процентов уже сделано осталось вот сегодня мы как раз будем работать над эффектами то есть нам надо будет добавить переходики обозначить некоторые части где у нас там вступать что-то будет подчеркнуть это здесь да у нас вступают инструментики новые новые мелодические вариантики надо будет это обозначить потом обозначить яму выход из ямы то есть просто такие вот небольшие штрихи чтобы человек который будет слушать понимал где чего будет происходить подготовить его к этому давайте сейчас я вам включу послушайте что тут получается и начнем потихонечку потихонечку наслаивать сюда и подбирать эффектики и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 так вот тут я пока не знаю на самом деле что и как будет с этой частью пока пока проблемы вот эта вот часть если здесь где бас играет на одной ноте все вроде как меня устраивает то когда нота начинает меняться тут придется делать наверное не два слоя баса на 34 еще добавлю еще по две дорожки нам добавлять чтобы он стал во первых пробиваться в аранжировке и чтобы было слышно как меняются нотки так вот смотрите что у нас получается у нас получается первая часть это как бы такой предпредподготовка вот к этой этой части то здесь мы только начинаем свой рассказ медленно 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 рассказываем что-то людям слушателю ну или собеседнику у меня всегда все-таки музыка сказать ее сравниваю с беседой с человеком вот начинаешь беседу с незнакомым человеком потихоньку разговор завязывается 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 начинают какие-то темы интересные подниматься а там такой такая передышка и уже конкретные эмоции то есть можно поделиться чем-то таким очень скажем так сокровенным для меня это выглядит все вот так каждый пишет принципе по-разному но мне нравится вот это сочетать такой пример именно беседы с человеком вот у меня вот так все получается у меня это работает надеюсь у вас тоже будет работать что у нас получилось смотрите во первых у нас появились вот такие вот штучки вот они три как раз то есть это один и тот же мелодический рисунок просто по-разному обработаны ну и чуть-чуть разные разные тембры на синтезаторе они у нас играют в паре с с голосом опять же смотрите у нас вот в этой части как таковой мелодики нет у нас мелодия появляется только во второй половине ямы как раз гитарка вот она она правда простецкая но опять же говорю я играть на ней только учусь на гитаре поэтому мне хочется уже быстрее использовать в своих творениях и как могу так и играю и тут же играет пасевич который тоже я потихонечку потихонечку осваиваю и и и и и и и и и это же гитарка у нас будет еще в начале не в начале в конце мы сделали оставлю потому что я очень мало получается все таки хочется чтобы гитарка гитарок было чуть чуть побольше ну и дальше у нас происходит просто глобальнейшая смена настроения и и и и и тоже идет наслоение несколько слоев есть чистый слой обработанный то есть у нас как тут какая какой смысл вообще в этих наслоениях у нас один слой как бы пробивает наш звук нашу мелодию быть наигровку он как бы пробивает пробивает ее в аранжировке чтобы было слышно все остальные просто как помогают ему за счет этого получается то что она и пробивает на я в аранжировке и в то же время там много 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 эффектов можно на наделать и это все не будет превращаться в кашу так что у нас тут еще еще у нас для ритмики вот такая вот штучка хэтики мы их еще сделаем погромче это все мы почистим вытащим и тогда это будет звучать еще более энергично это у нас все идет 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 появляется потом гитарка вот где-то 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 вот тут да вот она вот гитарка появляется чтобы гитара была слышна так как гитара все-таки ну рядом с синтезаторным звуком она не может конкурировать синтезаторный звук все-таки более насыщенный тем более там столько слоев поэтому на момент когда появляется гитара вот это основная мелодическая линия по фильтру прикрывается и она как бы уже играет где-то на заднем фоне сначала она была главенствующая потом она просто освобождает место для гитарки и смотрите у нас фильтр на на котором висят вот эти вот мелодии он постоянно то открывается то закрывается то открывается то закрывается вот его самом деле вот открывается потом уходит 5 открывается опять уходит это делается для того чтобы была динамика то есть чтобы мелодический рисунок просто не надоедал можно в принципе один одни и те же мелодические рисунки на игровке аккорды всю композицию держать то есть они будут просто по всей композиции идти но из-за того что они будут то тише то громче то они будут по фильтр закрываться то больше ревера будет добавляться чтобы он уходил куда-то назад размазывался так сказать будет казаться как будто что-то меняется постоянно это такая небольшая хитрость когда нету музыкального образования приходится вот так вот мудрить ну и на самом деле когда есть музыкальное образование это очень-очень помогает сделать композицию еще более красивой так что образование всегда нужно но это не панацея очень много людей которые делают шикарную музыку и при этом не но ничего не знают все делается по наитию значит что у нас на сегодня нам надо сделать и эффекты точнее подобрать эффекты а вот с этой частью я пока пока не буду ничего делать сейчас мы посмотрим какие-нибудь эффекты послушаем и решим что можно вставить и где чем можно поставить так вот реверс fx сейчас посмотрим что у нас тут есть на самом деле вот такие штуки очень прикольно брать давайте возьмем пока лучше всего когда вы подбираете какие-то эффекты уже готовые наберите их сразу побольше чтоб потом просто каждый раз вам не бегать и опять не набирать их сюда вот не импортировать в проект наберите штук десять сразу из них потом просто выбирайте режьте изменяйте чего хотите делайте но отвлекаться на подбор еще новых эффектов уже просто не будете сейчас вот еще наберем тут несколько разных вариантиков тоже неплохой длинный неплохой тоже вот такой жирненький длинненький так это у нас был реверс то есть обратный эффект давайте смотреть что тут еще можно подобрать вкусненького на самом деле такие штуки очень прикольные можно его сразу даже сейчас поставим в начало ямы он у нас будет как бы обозначать то что ямка начинается ну-ка как видите довольно таки неплохо только ножом нужно еще один вот этот звучечек тоже плохой так какой-то тут сейчас дух вкусненький вот это мама не бойтесь наслаивать их друг на друга вы же не будете делать все одновременно громкими в один момент какой то будет главное какие то бы просто на подхвате так что не бойтесь набирать побольше так ладно британу хватит build up что у нас тут интересненького так нет этот этот перебор так крышки ну-ка почти одинаково нам надо что-нибудь остренькое так с крышем хватит down lifter что тут интересного ну в принципе неплохой тоже можно будет использовать где-нибудь так ладно down 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 lifter тоже нам особо много не нужно тоже можно для 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 разнообразия где-нибудь воткнуть тоже интересно где-нибудь куда-нибудь тоже интересно где-нибудь куда-нибудь такие штучки нам тоже нужны вот они обычно нужны вот небольшие эти ваншоты эффекты они нужны чтобы подчеркнуть наши небольшие виды изменений то есть например где у нас играет одно и то же вот тут можно вставить вот новый элемент появляется вот здесь можно посерьезнее что-нибудь поставить тоже чтобы позначить в общем сейчас будем делать и все на все увидите так sub drop это у нас что такое а нет это нам не надо это нам не надо и апплифтер что у нас тут есть интересно вот нам апплифтер нужен вот сюда вот тут еще перкуссия будет скорее всего поставлю на разгон и нам надо что-то вот тут потому что здесь начинается прям так весело живенько надо что-нибудь такое чтоб подчеркнуть это все коротенько коротенько этот поставим пока что пусть он будет тут уже пусть он будет тут уже вот так вот ну-ка я чуть чуть не туда поставил нам надо чтоб он начался попов 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 прям под ритмику подогнал будет а вот так вот а 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 подогнать так ладно пока с эффектами все вот это этого набора в принципе будет пока что достаточно основа быстренько сделан такой черновой вариант там уже будем смотреть что подойдет что не подойдет а 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 в принципе вот я мне так нравится только надо вот вот так наверное так будет лучше так да и давайте расставлять где у нас 1 должно всех быть здесь он нам нужен вот первая значимая часть надо его подчеркнуть это у нас все реверсы расставайте на него и сделаем тогда с это у нас реверс то есть так же делаем прям под начало ритма что-то такое но сюда надо было какой нибудь крыш конечно ставить длинненький так а если вот это поставим с длинным хвостом вот отлично то есть он и и а и и и и и и и и так он чуть-чуть у нас по скорости по скорости не подходит так что надо по скорости за подогнать сейчас если мы на него еще повесим наш любимый дэлэй так ничего не нравится то что отражение здесь проще по моему сделать свои отражения так и вот так вот другое дело сюда же быстренько сделаем риверок сюда бы тоже чего-нибудь мелкая мелкая чего-нибудь что мы там набирали то вот сюда поставить где уже ритм пойдет и нам надо подогнать все то что у нас сейчас ритм начнется ритм 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 и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Здесь наш любимый удалайчик, одна восьмая с точкой. И вот он у нас пойдет вот так вот забивать это пространство как раз пустое. Я надеюсь, что ты мне рассказал больше о том, как это было. Вроде тихо там, но свое дело он выполняет. То есть он создает какую-то легкость. То есть то, что намек на эффект, но как такового эффекта вроде бы и нет. Но, опять же говорю, свое дело он делает. Каждый инструмент вообще должен выполнять свою работу. Не торопитесь, когда вы будете разбирать свой проект, не торопитесь удалять некоторые дорожки. Потому что они могут сыграть хорошую роль. Можно же сделать его потише. Можно прикрыть по фильтру. Можно его, опять же, размазать далаем или ревером. Можно какой-нибудь комплексный эффект на него повесить. И все, его звук по-другому совсем будет восприниматься. И инструмент будет по-другому работать. Потому что часто люди берут сразу, ааа, все поудалял. А потом думают, что у него так пусто в композиции. Потому что все поудалял. Не надо было удалять. Лучше оставить, как-нибудь обработать. И пусть она сидит себе где-нибудь там на заднем фоне. И как подушка для всего остального будет. КОНЕТЬ ПОДПИШНЫЕ СИТИ Рос, я надеюсь, вы хотелось бы рассказать о проблеме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы его поставим еще вот тут, потому что тут у нас появляется вообще гитара сразу, да, новая тема, и мы сейчас два их поставим и посмотрим, как это послушается все. То есть смотрите, вход в яму у нас получился довольно-таки добротный. Смотрите, да, поэтому у нас два эффекта. Один дает как бы некую читаемость, второй добавляет вот этот длинный хвост как раз, вкусненький вот этот вот. Тут можно, конечно, еще ревера добавить, посмотрим, но пока он очень классно забивает вот эту первую половину ямы, она не пустая, а получается, бам, эффект вошел, и от него идет очень вкусный след. И потихонечку уходит. Вот этот там что-то мне тут не нравится. Вот этот очень-очень хорошо вписался. И смотрите, что нам тут нужно. Самое веселье будет вот тут, потому что здесь нужен разгон вот в эту часть. Вот так вот. И вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok То есть в конце у нас есть вот в этом отрезочке разгон, но он очень скудненький, потому что здесь очень насыщенная часть, и если бы это был какой-нибудь минимал, в принципе вот этого хватило бы. Но так как у нас здесь начинается просто очень много всего, то надо вот здесь что-то, 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 что-то делать. То есть вот тут должна быть какая-то или перкуссия, разгон, или что-то, что-то, что-то должно быть. Давайте попробуем. Так, это у нас обработанный. Ну что-то такое попробовать, мне кажется, надо сделать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что-то, что-то в этом роде, я думаю, надо сделать. Можно будет как-нибудь его обработать, и он не будет таким дико ярким. Давайте что-нибудь сейчас попробуем сделать. Забыл и метроном включить, ну ладно. Будем делать так. Будем делать по старинке. Вот тут мы убежаем. Один сюда, тоже убежаем. Где ты тут цепляешься? Вот он ты. Сначала мы берем все, просто копируем все, что есть. Потом уже будем их смотреть, где там надо побольше, поменьше. Может, даже не отсюда пойдет вообще ритм. Да, мы, наверное, ее запустим вот отсюда. Это раз. И, во-вторых, мы сразу сделаем вот такой финт ушами. Перетаскиваем сюда. Ну да, вот так вот он все и будет выглядеть. Только последнюю часть надо будет сделать еще более короткие нотки. Это где-то вот, по-моему, вот отсюда он был. Мы берем, в два раза вырезаем, где-то вот в половинку. И так же копируем вот так. Только как-то он криво сыграл. Ну-ка. Давайте мы сейчас вот так возьмем и выровняем. А нет, надо было по 32-м. Вот так. Вот эту часть можно, конечно, вот так сделать. Вот так оно мне уже нравится. Единственное, что он без эффектов у нас. Но это ладно, пока-пока-пока я не буду никаких эффектов сюда цеплять. Так, он зачем-то нам взял и подвинул. Вот так, нормально. В принципе, вот с этим разгоном они уже более-менее справляются. Он, правда, тоже тихо. Я думаю, надо сейчас кого-нибудь, кого-нибудь вот этого товарища взять и сюда его тоже присосить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА только единственное но перкуссию нас конечно вот громче звучать там сейчас они у нас не обработаны не компрессированные не почищены и неужерненные поэтому пока они так довольно таки скудненько звучат но это все будет в процессе сведения все мы это сделаем может конечно может быть конечно сделать вот так вот сейчас это так попробовать давайте вот это сейчас тоже мы скопируем вот 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 что-то вообще не слышно здесь их та-та-та-та-та могли бы сделать это чуть-чуть поудобнее так где он тут у нас форона так и второй у нас будет разгон 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 так вот это у нас что такое вот кого надо было еще кстати ваншот хороший вот вот тут вот тут вот сюда его так еще вот у нас разгончик будет один где как раз нас все будет переходить на 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 где будет вас меняться по по нотам да сделано погромче именно тут автоматизируем он у нас здесь будет погромче так и вот этого дружочка надо мне кажется тоже сюда так там несколько захотел несколько нам не надо нам несколько вот сюда надо будет крыш конечно сюда нужен крыш крышек и крышек и где у нас крышек и вот крышек и давайте вот это возьмем посмотрим как он тут приживется или нет как видите нормально услышан если потише он довольно таки хорошо отрабатывает то что крыш он нужен чтобы хорошо четко определялась определенная зона композиции то есть если это апогея он должен четко пред дать понять что это апогеи происходит ну вот пока как то так пока буду думать что сделать тут с этим разбором возможно сделаю какой-то ломаный чтобы больше было похоже на сбивку на живых ударных там чтобы не просто не ровно друг за другом шпарили прерывистый но посмотрим посмотрим как пойдет как раз глядишь к сентябрю мы это дело все доделаем потихонечку вы не забывайте там писать свои какие то вопросики может какие то идеи есть по этой композиции буду рад их услышать и применить попробовать потому что ну одна голова хорошо а много голов вообще замечательно все ребят создавайте музыку это всегда замечательно ну и не забывайте подписываться на канал увидимся на просторах интернетах пока